Школьники еще вовшие в числе призеров и победителей Всероссийской Олимпиады. В этом году 15 старшеклассников добились успеха в одной из самых престижных Олимпиад России. Дисциплины, в которых они заняли призовые места, это технология, искусство, основы безопасной жизнедеятельности, география, общество знания, математика и экономика. Анна Гущина, 10-й класс, учебник, Чувашия. Диплом финала Всеросса, так среди своих называют Всероссийскую Олимпиаду, открывают перед школьниками двери во все вузы страны по своему профилю. Чтобы получить этот заветный пропуск, они стали лучшими в школе, городе, республике, а затем и в России. По экономике победили только 126 школьников, трое из Чувашии, среди них Анна Гущина. Там все все знают, и там уже нужна какая-то сила характера больше, чем знания. То есть вот, допустим, что мне помогло, это то, что я раньше занималась профессионально большим теннисом, ну и сейчас занимаюсь, то есть, вот, но не профессионально уже, но все равно хожу туда. И это как спорт, там нужно уметь сосредоточиться, вообще обо всем забыть. Обойти многих мальчишек, ведь экономика, дисциплина точная, а не помогло упорство. С 7-го класса она все свободное время решала экономические задачки, штурмовала школьные, вузовские олимпиады. В 9-м классе вошла в золотой запас экономистов России. Ее знания давно вышли за рамки школьной программы. Сейчас они имеют четкое представление о своей будущей профессии. Экономисты бывают какие? Есть ученые, которые пишут все эти книжки, которые работают, в основном они в университетах работают. Потом есть те, которые работают аналитиками разных компаний, а есть даже обычные бизнесмены, они по сути тоже экономисты. Вот я прям, моя самая большая мечта, то есть идеальная работа, как я вижу, работать в инвестиционном банке. В параллели с Анной учится Софья Федорова. Она тоже призер в Сироса, только по обществознанию. В отличие от точной экономики, общество это простор для гуманитария. Иногда мне было, например, интересно, почему человек именно так себя ведет в этой ситуации, почему не по-другому, почему приняли именно это решение. Или, возможно, какие-то более глобальные вопросы, по типу, почему у нас нет такого единого политического режима, почему мы не едины все, почему мы не можем установить одни правила и почему мы не можем им следовать. Именно общество знания в некоторой степени дает ответы на эти вопросы. То есть есть множество теорий, концепций, загадок, над которыми люди раздумывают. И когда ты именно это узнаешь, ты как будто открываешь новую частичку мира. Объединяет девчонок трудолюбие и целеустремленность, считает их классный руководитель Юлия Ивановна. Анна Гущин, например, она очень трудолюбивая такая девочка. Если она, например, что-то не успела сделать, она обязательно все равно постарается сделать до конца. Если говорить о Соне, тоже она очень много дополнительной литературы читает. И для того, чтобы, если вот, например, на уроках ее спрашиваешь, очень такие обширные ответы дают. Сегодня Анна и Софья вместе со всеми призерами Всероссийской Олимпиады встретились с главой Чувашии. За круглым столом школьники рассказали о своих достижениях и задали Михаилу Игнатьеву вопросы.